Более половины переселенцев из Крыма и зоны АТО желают вернуться в свои регионы после прекращения военных действий на Донбассе и деоккупации Крыма. Таковы данные исследования Киевского Международного института социологии, которое было презентовано в Киеве. Как сообщила эксперт института Марина Шкипер, исследование было проведено в регионах с большим количеством внутренне перемещенных лиц методом опроса. Желание вернуться домой чаще всего высказывают переселенцы старше 40 лет, рассказывает она. Пока продолжается оккупация украинских регионов, вынужденные переселенцы ежедневно сталкиваются с множеством трудностей на временных местах жительства. Кроме бытовых проблем, эксперты фиксируют и социальные. В частности, конфликты с представителями местных громад. Ситуация усугубляется в том числе из-за отсутствия государственных программ для переселенцев, отмечают эксперты. А отсутствие внятной позиции украинских властей относительно дальнейшей судьбы переселенцев создает для них ощущение неуверенности в завтрашнем дне и, как следствие, дополнительное напряжение в обществе. Такие изменения в количестве населения створят додатковый тиск на инфраструктуру. И если инфраструктура вчасно не реагирует, могут возникать ситуации, когда внутренние помещенные особи и представители кем из себя громад смогут конкурировать за ограниченные ресурсы. В результате могут возникать третя и трудности в интеграции внутренних помещенных особей. Поэтому логично было бы простить, что выникнение таких ситуаций наиболее уверенно в тех регионах, где наиболее концентруется внутренне помещенных посетителей. По официальным данным, в Украине зарегистрированы полтора миллиона переселенцев. Однако общественники утверждают, что на самом деле эта цифра в два раза больше. Поскольку на учет к чиновникам попадают в основном те, кто претендует на социальные выплаты. Окупация украинских регионов продолжается уже второй год. Ввиду этого, отмечают эксперты, необходимость в государственной программе для переселенцев становится критичной.